МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ножик. Ножик. Нож – режущий инструмент, рабочим органом которого является клинок. Известен человечеству с эпохи палеолита. Особую популярность приобрел во времена правления Юлия Цесаря. С меня ж такая домохозяйка, как... Ну ничего делать мне не нужно. Как сын жителей ведущих. Для каждого животного в зоопарке разрабатывается специальный рацион питания, включающий в себя все необходимое для того, чтобы животное хорошо себя чувствовало и жило как можно дольше. Кипер должен перебрать продукты, нарезать их и смешать в таком количестве, которое требуется для определенного питомца. Помните, все продукты, которыми угощают животных посетителей, идут сверх меры дневного рациона и крайне опасны для здоровья питомцев. Сколько мы заготовили? Вот! Одесский зоопарк. Один из самых больших в стране. Вольеры находятся далеко один от другого, поэтому работники перемещаются на повозках, запряженных лошадьми. Наши чистоплюи уверены, что справятся с заданием. Но кто именно ожидает свой завтрак в вольерах, ведущие еще не знают. Как прекрасно ехать на лошадку. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. Все, что я так красиво нарезал полчаса, теперь я некрасиво смешиваю в ведерке. Капуста, буряк, морковка, яблоки и сушеная трава. Извините. Извините, пожалуйста, я... Зубр. Самая тяжелая и крупная наземная млекопитающая Европы. Последний европейский представитель диких быков. Привет. Слушай, я первый раз коложу зубра вообще. Большой. Большой – не то слово. Смотреть со стороны на такую махину можно спокойно. Но рядом с ним у меня от страха засосало под ложечкой. Чистоплей не тормозим. Оставляем зубра в покое и продолжаем работать. Вы не на экскурсии, ребята. Из-за того, что Энджи никогда ничего не делает, Серж решил проучить ее прогулкой пешком. Не заплатишь – не поедешь. Похоже, наша ведущая образумилась и спешит кормить кенгуру. Кенгуру – сумчатое млекопитающее. Не умеет пускать газы. Накапливаемый в желудке метан непрерывно перерабатывается и поглощается обратно. Ой, какая маленькая. Иди сюда. Просто всыпала в мисочку еду. Как собаки. Ничего сложного. Пошли кормить муфлона. Муфлон – жвачное парнокопытное животное рода баранов. Высыпая сушеную траву в корыто, очень важно ее не рассыпать. За час работы я ей надышался на год вперед. Фу, отвратительно. Чего вы смотрите на меня? Чего не смотрят? Ведущие справляются на удивление быстро и на очереди кормление верблюдов. Это жирафики. Никакой это не жирафик, Энджи. Это самый настоящий верблюд. Корабль пустыни. Для нас это просто экзотическое животное. А для жителей Египта и Африки верблюд – это крутая точила, как Феррари. Что там пишут про верблюдов в сети? Красота дедушки у бедуинов оценивается не по количеству ее поклонников, а по количеству предлагаемых за нее верблюдов. Красота дедушки у бедуинов оценивается не количеством ее поклонников, а количеством предлагаемых за нее верблюдов. Чем красивее девушка, тем больше верблюдов за нее предлагают. Бред какой-то. Если б я была... Я знаю, что эти животные едят кактусы в пустыне, но в зоопарке мы заправляем верблюда хлеба булочным. Верблюд за раз может съесть три буханки хлеба. На, Зая, кушай. Ого, целиком. Эту верблюдницу можете потрогать. Да? Она смеет. Китя. Пальчик. Пальчик он мне точно не откусит, а вот смачно плюнуть в лицо пережеванным батоном вполне может. Но вопрос красоты тут, конечно, спорный. Ой! Извините. Извините. Так, спокойно. Ой, сейчас... Она обсевняла все так? Вот этот? Конечно. Ой, на меня так смотрят. Он что-то задумал. Что задумал верблюд? Загрызть оператора? Высадить Сержа? Плюнуть в камеру? Ничего. Правильный ответ. Верблюд ничего не задумал. Но Серж испугался. Все, пойдемте дальше. С верблюдами разобрались. И мы следуем по графику Кипера. Впереди еще много грязной работенки. Я уже устала. Если честно.